Всем привет! Мы с Кириллом расскажем про алгоритм ROI-частиц и OpenShopProblem. Во-первых, если есть алгоритм, то есть и задача, которой этот алгоритм применяется. Мы хотим минимизировать функцию, при этом мы не знаем ее ни градиент, ни DCA. Как работает? Сначала мы выбираем здесь гиперпараметры. Это количество частиц и другие какие-то штуки. Они для обсуждения не очень важны. Дальше мы случайным образом разбрасываем наши частички по пространству аргумента, смотрим значение функций в этих точках и находим минимум. И теперь мы на каждой итерации будем двигать частичку в направлении взвешенной суммы трех векторов. Первый вектор – это будет вектор, куда шла частичка на предыдущем шаге. Второй вектор – это минимум, который видела эта частичка. И третий вектор – это минимум среди всех частичек. И пока не выполнится критерий остановки, мы так ходим. OpenShopProblem. Тут дисклеймер. Должна быть лошадь. Я нарисовал зебру, буду говорить слово «лошадь». Иначе я вообще запутаюсь. У нас есть M лошадей, N подковщиков. Задача – быстро подковать лошадей, как можно быстрее. При этом мы можем одним подковщиком работать только с одной лошадью в это время. То есть один подковщик не может сразу обслуживать две лошади. Также мы не можем сразу двумя подковщиками обслуживать одну лошадь, потому что лошади на двух ногах не стоят. И также время подковывания ноги каждой лошади уникально. То есть оно в общем случае может быть уникально, а в частности совпадает. И нужно найти такое расписание, чтобы время подковывания было минимальным. Для этой задачи мы воспользовались библиотекой Passworms. Там реализованы куча разных вариаций этого алгоритма. Для дискретных, для каких-то более глобальных штук можете использоваться. Справа в графе, как сходится этот алгоритм. Ну, собственно, мы пользовались алгоритмом для непрерывной задачи. Наша задача дискретная. Поэтому для того, чтобы сопоставить эти задачи, мы воспользовались таблицей приоритетов. То есть у нас есть какое-то расписание. И этому расписанию соответствует таблица с числами вещественными. Чем меньше это число, тем раньше в расписании находятся операции. И, как известно, для задачи OpenShopProblem существуют точные алгоритмы, работающие за линейное время в случае двух машин. Мы сравнивали наш алгоритм с этим алгоритмом. И справа вы можете увидеть в таблице результаты. Particle Form Optimization дал в целом хорошие результаты в этом случае, но, скорее всего, это связано с тем, что с учетом ограничений, наложенных на задачу, из-за того, что у нас две машины, на самом деле не так много существует расписаний. И поэтому начальные приближения были хорошие, близкие к минимуму. Но для задач большей размерности уже потребуется какое-какая настройка алгоритма. Вот, например, для задачи 4х4 пришлось добавлять частицы, чтобы приблизиться к минимуму 193.